Нынешний сезон, который у Грибцова начинается вместе с первым учебно-тренировочным сбором, Олимпийский. Следовательно, самый трудный, самый ответственный и самый интересный. Ведь именно на главном старте четырехлетия звезды мирового спорта демонстрируют весь свой потенциал. И даже не для завоевания медали, просто для достойного выступления, спортсмену нужно выступать на уровне своих лучших достижений, а то и перекрывать их. Олимпийский сезон – это особый сезон. К нему, к этой Олимпиаде, готовятся все исключительно по-другому и с другим настроем. Здесь нет признанных фаворитов, поэтому, я думаю, битва будет очень жестокая, суровая. И победить можно будет в Рио-де-Жанейро, только если ты будешь на две головы сильнее своих соперников. Потому что в спор может вмешаться и погода, которая там крайне нестабильна, и водная акватория, где много травы и по-всякому может быть. Поэтому своим спортсменам перед началом сезона я ставлю четкую задачу. Надо быть сильнее на голову, чем мы были в этом сезоне. Главные надежды в женско-гребельном байдарках связывают с лодкой-четверкой, которая в этом году завоевала золотые медали чемпионата мира. Также в байдарке-одиночке возможна медаль, но вот кто будет на нее претендовать, решит финальный заезд чемпионата страны. Однако это будет только летом 2016 года. Пока же наступает первый подготовительный этап. Первый сбор у нас спортсмены собираются после отпуска, поэтому это втягивающее привыкание к спортивным нагрузкам. В этом плане больше всего мне импонирует Гомель. Тихая, спокойная акватория, реки Сож, бассейны, залы хорошие тренажерные, ну и условия, которые там созданы, вполне устраивают моих девчонок. Поэтому и октябрь, и ноябрь месяц мы проводим здесь. Большое внимание уделяем атлетической подготовке, и затем выезжаем во Францию, где уже уделим конкретное внимание работе на воде. Между прочим, чемпионат мира белорусская байдарка четверка выиграла полностью в мозорском составе. Марина Литвинчук, Ольга Худенко, Маргарита Махнева и Надежда Лепешко. К тому же и наш сегодняшний гость, заслуженный тренер Беларуси, Геннадий Николаевич Галлицкий, представитель столицы Полисия. То есть можно надеяться, что и на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро весь мир увидит на соревновании награждения не только белорусское знамя, но и флаг нашего прекрасного мозоря. Беларуси.